Это Игорь Анатольевич Михайлов, специалист философии Хайдеггера, представляющий здесь Институт философии Российской Академии Наук. Вот, я думаю, что один из интереснейших докладов он сделает и сам озвучит свою тему. Татьяна, спасибо. После такого введения просто у меня, что называется, stage fright, как бы не подкачать. Итак, коллеги, я начну следующим образом. Сначала я разъясню терминологию, которую я использую в своем докладе. Она более-менее тривиальна, но тем не менее, с этими тривальностями там есть несколько таких интересных сюжетов. Из двух мыслителей, которые являются главной темой нашей конференции, Канта-Шпет, конкретно для проблемы языка, для темы, которую я отмечаю, Шпет является, конечно же, основным. Потому что о кантианской философии языка мы говорим скорее в переносном смысле. Вот, язык для Канта не является отдельной самостоятельной проблемой, тогда как построение Шпета совершенно очевидно нацелено на некоторые новые те философии, которые, как нам представляется, он связан с какой-то новой философией языка. Но вот куда ее поместить, это определить достаточно сложно. Ну, мы в обсуждении последних докладов затрагивали эту тему, Алексей Николаевич говорил, что вот от чего же Шпет касается той темы, которую Канта как раз не разработана, которую он демонстративно не замечал, я не помню, как Алексей вылился. Но, тем не менее, есть вот эта интрига, и обычно она разрешается, она описывается таким достаточно простым способом. Есть мыслители, для которых язык не является проблемой, есть мыслители, которые осознали это как проблему, они, видимо, более внимательно, более последовательно размышляют. Мы все размышляли об этих материях, поскольку современная философия, как правило, забочена проблемами языка, то мы рассматриваем вот эту проблематику языка, языковость, философию языка, как вот такой симптом или такой вот неявный признак большей прогрессивности и большего понимания. Ну, значит, действительно, есть у Канта нет этой проблемы, и, скажем я, для того, чтобы опять напомнить сюжеты, которые вы наверняка хорошо знаете, дам несколько характеристик такого традиционного подхода к языку. Значит, отношение к языку, когда он не есть проблема, это, скажем, такая номиналистическая концепция языка, которую можно назвать номиналистической, и которая из тех произведений, которые мы знаем в последнее время, наиболее остроумно, наиболее ярко критикуется Вигенштейном в его философских исследованиях. Собственно говоря, его сочинение как раз с этого и открывается. Вы помните, там Вигенштейн изображает идеальную ситуацию, согласно которой произнесение слов вызывает у нас определенные ментальные образы. Мы в процессе научения привыкаем соотносить эти словесные образы с теми или иными словами, соответственно, взаимодействие людей и, в общем, какие действия людей, они сводятся к распознаванию этих звучащих слов и соотнесению этих слов с реальными предметами. Собственно говоря, это и есть проблема референции, которая ныне является проблемой для позиций, в которых язык действительно еще пока не стал проблемой. Вы помните также, что Вигенштейн из-под войны начинает критиковать этот подход. Вот он показывает, он заходит с разных сторон, показывает, что, во-первых, показывает, что научение языку не обязательно так происходит, и вообще, может быть, оно так и никогда не может происходить, это первый его аргумент. Затем он пытается показать, что в действительности того, что мы должны, можем назвать языками, значительно большее количество видов, и он приходит к концепции языковой игры. И дальше он развивает достаточно радикальную концепцию, почему, наверное, самую радикальную из тех, которые в отношении языка было сформулировано в 20 веке. Он показывает, что осмысленно мы тогда не можем говорить о значении, о референции. То есть мы не можем говорить, что значением слова является указание на тот или иной объект, предмет. Впоследствии это стало одним из известнейших примеров слове объекте Куайна. Дальше Витген Шейн показывает, что если мы следуем по этой линии, вот этой логике в кавычках, то нам нельзя признавать существование логики как руководящей нашими мышлениями. То есть нет того идеального слоя, к которому мы должны будем относить эти слова. Его нет и в плане метафизического слоя, и его нет в плане каких-то отдельных мыслей, которые были бы отдельно от слов. И поскольку это так, то язык здесь становится чем-то значительно большим, чем просто меткой, чем просто обозначением. И один из таких довольно интересных исследователей феноменологии и теории науки предложил, сопоставляя вот эти различные подходы, говорить о двух моделях отношения к языку. Во-первых, язык как инструмент, как инструмент наименования, как инструмент сохранения чего-то в памяти, как языковые метки, узелки на память, так скажем, если воспользоваться выражениями из логических исследований гуселя. И, с другой стороны, язык как универсальная среда. Преимущество первой концепции здесь все просто и достаточно ясно. Что приобретает вторая концепция, тоже не всегда понятно, но она совершенно отчетливо связана с многими проблемами. Нельзя указать, в чем состоит значение. Мы должны перестраивать фактически заново наше мышление о мире, наше представление о субъектности, о том, что есть наше, мое. То есть, можем говорить, скажем, о своих личностных мыслях, о каких-то сокровенных смыслах, которые мы испытываем, о которых знаем только мы и так далее. Вот я стараюсь только противопоставить эти две концепции языка и для некоторой истративности, потому что для описания того, что происходило после Канта, в действительности пока еще нет достаточных таких удачных моделей. Вот эта модель, которую я только что описал, инструментализм и язык как инструмент и язык как среда, ее, как я говорил, Мартин Куш, выдвинул это так лет 35 назад, она, на мой взгляд, не вполне охватывает то, что делает Кастерер и то, что делает Шпет. Мне кажется, что это не инструментальный подход к языку, но это одновременно и не вот те крайние формы, которые называют и Хайдеггер, и Бильгенштейн. По-разному, но в слотном подвухе. Таким образом, если мы на одну сторону ставим Канта, а также Гусерля, а на другую мыслители другого типа, то возникает вопрос, чем мотивируется и та, и другая позиция. Ну, я напомню, что представление о языке как метке, о чем-то несамостоятельном, что в лучшем случае скрывает наши мысли, то есть оно может их более-менее точно выражать, фиксировать. Оно имеет достаточно давние корни, и еще у Платона в его группе диалогов, которые относятся к поздним, то ли законам, то ли государствам, я сейчас точно не помню, мы можем найти весьма характерное заявление, что слово является лишь первой из ступеней, которые предшествуют достижению знания. Познание, понимание и правильное мнение подделяются от просто слова, и причем достаточно отчетливо. Платон прямо мог сказать, что понимание наиболее близкое и подобное подлинное мнение, а что выражение он считает недостаточным. Поэтому, цитата, «Всякий, имеющий разум, никогда не смирится выразить словами того, что явилось плодом его размышления, особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки». Ну, это вот только несколько таких вот иллюстраций, и в связи с этим первая интрига, которая возникает, это, ну, даже до того, как мы рассматриваем, что происходило с Ашпетом, так ли это у Канта? Ну, я не знаю, сейчас слышит ли нас Алексей Николаевич, но дело в том, что как раз по этому вопросу среди кантоведов разгораются жаркие дискуссии. Ну, опять, схема такая, что, ну, общая такая модель такая, что Кант вообще не признавал этой проблемы напрочь, но при этом предпочитают говорить, что три естественных периода в кантовском мышлении, ну, два наиболее привычные, это вот докритический Кант, Кант критический. Вот, но для, конкретно для проблем языка рекомендуют еще учитывать вот его позднее сочинение, в частности, в частности, что определенные, определенные изменения в его позиции происходит со временем, со временем, значит, по публикации критики способность суждения и получение Кантом первых критик на это произведение. Ну, и я вот только когда уже готовился к докладу, я знал, что, собственно, венская логика переведена. Ну, в общем, в группе логических, в различных расшифровках логик Кант держатся некоторые отдельные замечания, на основании которых исследователи говорят, что вот у Канта не все так просто. Одно из них, там их несколько, ну, в частности, вот, кажется, по ревской логике, стата «Наше познание нуждается в определенном инструменте, и им является язык». Это вот если по 24 тому, по его второму полутому, то это 821 страница. Ну, сходные, ну, сходно звучащие вещи обнаруживают также в антропологии, и дальше возникает вопрос, ну, вопрос с датировкой. Насколько я так сумел понять, вот, там, начало вот вашей презентации, Алексей Николаевич, посмотрев, вы склоняетесь к тому, что ее датируют, что ее следует датировать примерно вот там, временем появления критического разума, и даже, может быть, годом ранее. Вот Михаил Форстер, Майкл Форстер, ну, вот, Татьяна его знает, и, что-то, Нина Анатольевна. Он подробно, я не буду проводить эту аргументацию, он подробно объясняет, почему он считает, что не так, а почему вот более ранее высказанная версия более справедлива, согласно которой, скорее, это, конечно, следует отнести вот к 90-му году и позже. Но я вот, я просто отмечаю, что есть такая проблема, и философский смысл, она имеет следующее, что в докритических сочинениях Канта обнаруживается значительно больше, более пространное и более подробное обсуждение природы знака, или вообще обсуждение вопроса знака и обозначения, чем вот в период его трех критик. И согласно вот этой вот концепции Форстера, который относится к венскому году в 90-му году или позже. Ну вот, и если так, то тогда возникает главный вопрос, вопрос, почему, зачем Кант это делает, почему он отвлекается от этой идеи и не является ли его отвлечение от проблемы языка некоторой сознательной целью и, в общем, некоторой частью вполне обоснованной и мотивированной его философской программой. Мне кажется, что если принять то объяснение Форстера, то действительно так оно и есть. И я чуть позже об этом, если будет время, скажу, как о проблеме так называемого слепого мышления. Это то, что затрагивает гусеры. Иначе говоря, необходимо каким-то образом выделить то, что является мышлением настоящим и таким, которое мы получаем только лишь благодаря какой-то практике, научению или благодаря следованию каким-то правилам, привычкам и так далее. И вот ради этого, мне кажется, это вот видно на… Ну, пожалуй, я сейчас вот пару слов сейчас об этом скажу, чтобы было ясно, к чему такая возможная телеологическое объяснение, почему, собственно говоря, эта проблема была из периода, по крайней мере, первой критики исключена. Во втором логическом исследовании второго тома гусеры говорят о прояснении фундаментальных отношений между, как он множается, слепым, то есть чисто символическим полаганием, майном, и интуитивным, то есть подлинным полаганием. И вообще, и для Мартии, и для Гусерли во всем его осторожном отделении, собственно, значащего, собственно, идеальных логических форм от языковых прослеживается, может быть, этот главный пафос – найти то, что является, собственно, так сказать, элементами, примерами мышления, собственно, наукой, а не то, где мы действуем как вслепо или по какому-то привычке, безосознанности и так далее. И даже при том, что позицию по отношению к языку Канте и Гусерли я свожу в качестве средненемесячных, сам этот пафос имеет очень важное, я бы сказал, гуманистическое значение, потому что вот у Хайдеггера «Быти и времени» тоже есть при обсуждении речи, при обсуждении того, что происходит при раскрывании, делании явно речи чего-либо, у него есть такая интересная ремарка, согласно которой первичное делание явно, распрывание в суждении чего-то в речи, оно может переставать быть тем самым раскрытием или вот тем истинностным, имеющим отношение к раскрытию чего-то существенного о вещах, событием впоследствии. И это происходит тогда, когда мы начинаем затем пересказывать ранее выученные наши какие-то догматические положения, которые мы усвоили, но которые приобрели не благодаря рефлексии. Таким образом, я считаю, что вот этот пафос построения, абсолютно аподектичных начал научного знания, это есть то, что роднит всю традицию в той или иной мере, отвергающую язык как самостоятельную какую-то реальность и силу. Прежде чем я перейду характеристики вот этой позиции Шпета, из которой мы, на мой взгляд, могли бы объяснить, почему он так относится к эстетике, почему он так относится к истории германистики, я еще только вот сделаю некоторое объяснение по поводу того самого первой, самой самой первой формы антикантианской философии языка. Но она здесь вообще исторически представлена в основном Гамманом и Гердером. Причем опять, по-моему, ведь Гердер уже упоминался здесь, обычно считают, что Гамман был застрельщиком и потом, значит, его идеи критики, метакритики разума были подхвачены и обработаны Гердером и настолько, что даже Гердера обвиняли в плагиате идеи Гаммана. Ну, Фостер считает, что дело обстояло обратным образом, что здесь вот Гердер имел интеллектуальный приоритет. Опять же, как бы это ни было, дело заключается в следующем, что к моменту появления критики чистого разума Кант уже находится, во-первых, он знаком и с этой традицией, он знаком с Гамманом, он общается с той средой, по крайней мере, видимо, знает ее каким-то образом, понимает, для которой критика имеет совершенно другое значение. Вот я сейчас по памяти, я еще не помню, где именно у меня эта цитата, Гердер в своей работе критической на критику Канта пишет, что вот этот мыслитель, менящий себя чистым, считающий себя выше всех, так сказать, всей конкретики, всей империи, будет теперь судить о всех делах, но мы должны ему показать, в чем бы заключалась действительная критика. И он прямым образом эту критику, критику в своем понимании, по отношению к которому Кантовская считается ему возмутительным, неприемлемым искажением, он ее возводит к древним, разумеется, к Платону, к Аристотелю и к античным идеям диалектики. Понятно, что такие споры между современниками, они возникают постоянно, они бесконечны, но я сейчас использовал этот сюжет, микросюжет только для подтверждения того, что, видимо, Канн вполне понимает, что он делает, он осознает, насколько он меняет понятие критики и насколько, видимо, подозревает, что это может вызвать несогласие его коллег и той традиции, для которой он пишет. Ну, как бы то ни было, чтобы прояснить, в чем заключалась бы антикантианская философия языка, то главный тезис ее в том, что производится неоправданное ощущение, во-первых, от чувственности, затем от традиции и, в-третьих, от языка. Таким образом, вот то самое, о чем мы затрагивали последние два дня обсуждения и истории язык, это есть жертвы, мне кажется, конкретно для той задачи, которую Канн ставит, вполне понятные, скажем так, ради построения каких-то апортиптичных начал науки. И я могу ошибаться, если сейчас немножко поближе к Шпету, могу ошибаться, но, по-моему, Шпет не очень часто цитирует Гаммана. Он, как правило, если вообще я не помню, не нашел, конечно, Гумбольд у него является таким первым приоритетом. Но некоторые его замечания, в частности, эстетические фрагменты, это по изданию 89-го года, 455-я страница, чистая, в кавычках, без логических, то есть словесных форм мысль, есть нонсенс, немысленность. Но есть еще масса подобных примеров. Здесь Шпет буквально едва ли не цитирует Гаммана, но, разумеется, Гаммана, скорее, вошедшего в последующую традицию, в традицию Гумбольда и других. Таким образом, вот первые характеристики, как и выглядит это присупоставление. Язык не проблема, язык нечто большее, чем просто отдельная проблема. Ну, опять же, сегодня вот мы касались того, что, касались чего-то, что подтверждает само это присупоставление, оно не бесспорно. Виктор Игоревич говорил о том, о том, почему, собственно говоря, задавал вопрос, почему Шпет, о мотивах обращения Шпета к Гумбольду. Ну, действительно, это почему Шпет обращается именно к нему. Первое объяснение, которое лежит на поверхности, и с которым, я думаю, вы все согласитесь, за то, что после, в отличие от Гаммана и Гердера, Гумбольд создал такую связанную и достаточно уверительную теорию языка. Но, однако, это не отвечает на многие другие вопросы. В частности, а что Гумбольд имел, каково было отношение его к позиции по языку, к тому, что делал Кант? Было ли это тоже? Следует ли нам это мыслить по модели кантианская и противостоящей ей анти-кантианская? Или как-то иначе? Ну, на мой взгляд, здесь хорошее объяснение дает, хороший вариант объяснения дает Кассерер, который в первом томе философии символических форм говорит, что, помимо вот этого очевидного параллелизма, что, в одном случае, мы имеем дело с критикой познания, а с другой – с критикой языка. Это по русскому переводу 85-й страница первого тома. Дело еще в следующем, что Гумбольд в определенном смысле опирался на кальтянскую традицию. Аналогично тому, как объясняет Кассерер, как Кант не исходит из прежнего догматического противопоставления объекта, познающему субъекту, который являлся бы по отношению к нему внешним. И у Гумбольда субъективность языка перестает быть его негативной чертой. Ведь язык, так же, как и познание Канта, не сообразовывает себя с познаваемым предметом и не пытается его отобразить. Примерно те же страницы, 86-я. Иначе говоря, функционирование языка можно уподобить функционирование вот этих схематизм, о котором уже сегодня шла речь. Ну, далее у меня в моем докладе две главные проблемы. Показать, какова была бы продуктивная методология подхода к проблеме языка и другим проблемам Ушпита, ну вот, что, скажем так, что в наибольшей степени объясняло некоторые натяжки, некоторые странности в его аргументации, некоторые выпуски, некоторую излишнюю подробность освещения одних тем и, скажем, и краткость других. Ну, я здесь исхожу из такого положения или теории, которую я уже озвучивал, о том, что если мы определяем принадлежность к шпеток фенологической философии, то нам, как в отношении других филологов, очень сложно будет пытаться здесь находить такие элементы, как редукция абсолютного сознания, кризис, эпоха и так далее в качестве каких-то связующих скреп, объединяющих теории внутри этой традиции. И поэтому скорее на философии следует посмотреть как на вариант фундаментальной философии, который с определенного периода проходит очередной этап своей радикализации. Ну, первый этап, то есть предпоследний этап был в эпоху немецкого идеализма, а последний, собственно говоря, это Гусер и, скажем, Хайдегер до начала 30-х годов. Это несколько тезисов. Я их кратко, просто без примеров, сейчас приведу. И вы, я думаю, согласитесь, что их можно будет иллюстративно найти у Шпета. Татьяна, у меня сколько времени остается? Осталось 6 минут. Я хотела через минуту поднять свою белую карточку. Ну, во-первых, философия – это существует нечто, что мы можем назвать всеобщими, универсальными структурами научного знания. Это первый тезис. Второй тезис. Науки являются не самостоятельно. Они всегда требуют некоторые дополнительные дисциплины, которые в отношении к ним существуют бы методологическую функцию. Отсюда все разговоры о методологизме Шпета. Науки зависят от философии до третьей. Это совершенно естественное предложение от первых. Далее, философия – это наука. У Шпета постоянные рефрены. Причем дальше право заниматься, у философии заниматься наукой не требует доказательств. Ну, и ряд следующих, таких как философскому знанию присуща исключительная степень научности и философии сама себе наука. Я здесь подведу под последним сильным известную такую вот постоянную саморефлексивность фиминологии, как и у Гусерли, так и у Хайдигера. У них она пропитает наиболее крайней черты. Так вот, на основании, если подходить, я сейчас отвлекаюсь от того, что было бы спецификой немецкой философии, как она возникала, но если, тем не менее, использовать в качестве рабочей модели, то становится понятно, что необходимо Шпету и что он пытается делать. Первым делом, есть такой общий мировоззренческий пафос, который чувствуется и в его вводных страницах явления и смысла, о том, что начинается какое-то новое время, в котором много что произойдет, время, которое он даже называет веселым, и начало 20-х годов, которое он характеризует как время глобальных преобразований. И это, так сказать, вообще такой мировоззренческий, чувственный пафос. А с другой стороны, это фундаменталистский пафос переделки дисциплин. И здесь Шпет постоянно, неоднократно, я в основном опираюсь на тексты, собранные в искусстве, как в виде родизнания и в сборнике мысли слова 2005 года. И здесь для него возникает главная проблема, с которой он пытается бороться, это переопределить систему дисциплин. То главное, что он, или один из главных путей, которые находят, это переопределение места эстетики по эстетическим фрагментам, это особенно хорошо заметно. И он пытается бороться здесь как раз с теорией Канта. То есть он есть двоякое. С одной стороны, он опирается на идеи схематизма и пытается использовать их, эти идеи и идеи Гумбайта, для своей какой-то более всеобъемлющей философии языка. А с другой стороны, он пытается как-то обернуть спять, предотвратить, изменить то разделение на дисциплины, которые, как он считает, Кан взял от Этенса и забетонировал на долгие годы. И эстетика является здесь для него главным тараном, который должен показать, что это неоправданно и не имеет смысла. И не является совершенно неожиданным, все вот эти вторичные признаки Ушпета, они объясняются из того, что он принадлежит традиции Канта и Гусерля и Гегеля, его антипсихологизм. Его антипсихологизм, как и невнимание к языку в критике чистого разума, это следствие вполне конкретных задач. Когда речь идет о решении глобально структурных проблем, то есть переустройства дисциплин, построение строгой науки, изначальной науки, то здесь этим приходится жертвовать. И вот оригинальность Ушпета заключается в том, ну тут я заканчиваю на некоторой такой интригующей ноте, в том, что он пытается это делать, тем не менее, вводя язык в центр философского размышления. И, в общем, обнаруживая, что вот его как бы антикантианская, на первый взгляд, философия языка, она вполне может быть, вполне мы можем посчитать также и неокантианской. До сих пор к антикантианской, разумеется, было причислено только один человек, это, собственно, Кассирос и философии символических планов. Коллеги, спасибо за внимание. Если будут вопросы, отвечу встал всем. Дорогой Игорь, спасибо большое за интереснейший доклад. Вот, пожалуйста, коллеги, вопросы. Уточнение можно одно? Да, конечно. Игорь Анатольевич, не знал я, что венская логика не дошла так бы по возможности, как и Нине Анатольевне подарил бы. Но тут одна деталь такая важна. Она изначально датировалась 90-ми годами. И вот в этом 20-м томе, 24-м томе, она тоже Лемоном опубликована с комментариями, что это 90-е годы. И датировка где-то плюс-минус вокруг критики чистого разума, это уже результат серьезной кантовической работы. И Форстер фактически возвращается, это к лет на, не знаю сколько, на 100 вперед. Хотя я его знаю, я не уверен, что он знает о работах Брандта и Хински на эту тему. Но есть формальные признаки, по которым это можно как-то определить. И вот Брандт как раз показал, что Адам Смит, через которого датировали 90-ми годами, перевод появился уже первый к моменту конца 70-х годов, поэтому это отпало. А содержательно, ну вот насколько я могу судить, я, конечно, могу вообще во всем ошибаться, Но думаю, что сейчас очень сложно сдвинуть по содержательным основаниям, сопоставляя какие-то пассажи, вот этот вот текст, плюс-минус за год до, год после публикации критики чистого разума. Но с такими текстами всегда проблема. Я вот позволю себе вот поделиться тогда. Так, вот это прямо первая страница венской логики. Вот она начинается, и смотрите, тут буквально уже в первом же абзаце язык, язык, ну и дальше язык идет. Но это у нас может породить такое ложное ощущение, что, ах, вот оказывается, Кант в не совсем хорошо знакомых нам текстах весьма подробно высказывается о языке. Но вот с такими упоминаниями языка, ровно как и с упоминаниями истории в его лекциях, существует серьезная проблема, как вообще к этим самым лекциям относиться, потому что это очень сложный с точки зрения источниковедения документ. Надо это сопоставлять с лекциями Майера, о которых сам Шпет и говорит в истории как проблеме логики, потому что очень многое здесь отталкивается от так называемого автора, которого Кант обсуждает. И в какой степени это мысль Канта, в какой степени это разъяснение Майера, в какой степени это какая-то оригинальная его идея, это очень сложная проблема. И вот такие большие куски про язык и про историю, они не исходя из внутренних потребностей Канта, а в силу того, что учебник, который у него перед глазами, как раз эти проблемы обсуждает. И что там сугубо кантовского, а что дидактического, лекторского в данном случае, это серьезная проблема. Хотя и в лекциях по логике есть такие темы, которые действительно для понимания самой сути кантовской философии исключительно важны, в частности, его представление о логическом эгоизме и логическом плюрализме. Ну вообще вот по лекциям и по вот этим черновым наброскам насобирать рассуждения про язык при желании в большом количестве можно. А вот в какой степени это выражает, собственно, кантовскую позицию и находится в гармонии с его критическими взглядами, вот на этот вопрос как раз не так легко ответить. Спасибо. Алексей, спасибо за комментарий. Ну, действительно, Фостер обсуждает вот эту вот теорию Лемона, ее опровержение и говорит, что все-таки он изначально был прав. Я говорю, я потому и сказал, у него приводят несколько аргументов, надо с ними разбираться, но на, опять же, проблема языка у Канта. Здесь у него, это такой очень автор популярный как раз по вот этой проблематике, теория языка западноевропейская. От этой конкретной интерпретации много зависит, по крайней мере, у него я сейчас не готов дальше комментировать. Я признаю, что есть такое соображение достаточно существенное, насколько я помню, Фостер о нем не говорит, что в случае таких дидактических документов, которые могли писаться со значительной опорой на материалы других авторов, там не всегда сложно, не всегда легко определить, в какой мере решет вас для этого самого Канта. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Да, Виктор Игоревич, пожалуйста. Да, Игорь, спасибо за доклад, интересно. У меня такие два замечания. Не считаете ли вы, что ориентация на Гумбольда тоже была связана с эстетикой? Ведь сам Гумбольд, на что он ориентировался, вообще-то говоря, строя свои теории? Он у нас на эстетические теории. И вообще понятие формы и эстетика – это неразрывные вещи. Я думаю, что ни одна дисциплина вообще не связана с формой, как эстетика. Поэтому то, что вы сказали в конце, мне представляется очень важным. Именно эстетика сближает Шпета и Гумбольда не только интерес к языку как таковому, но и ориентация на эстетику. Собственно, что хотел Шпет и что хотел сам весь Гахан, вся эта институция. Они же выстраивали эстетику, они же хотели получить абсолютную форму искусства. И стали конкурировать с теми людьми, которые хотели форму этой владеть сами. А второе, вы знаете, у меня наивное такое представление. Может, мы вообще пропускаем то, что сделал Кант, когда говорим, что у него не было теории языка. А что, собственно говоря, схематизм? Это для чего это все? Ведь это, собственно говоря, теория осуждений. Осуждение – это один из главнейших элементов языка, по крайней мере, научного. И Кант ставит перед собой вопрос о том, как возможно познание, разрешая вопрос, как возможно суждение. Причем синтетические осуждения априори. Разве это не парадигма была для Гумбольта того же? Именно вопрос осуждения являлся главным. Кант сам говорил, главный вопрос критики чистого разума, как возможно синтетические осуждения априори. Мне кажется, что здесь Кант сделал свой вклад и решил, что может быть этого достаточно. Не ставя вопрос в таком абстрактном виде, что такое язык и вообще. Как это работает? Ну, спасибо. Виктор Ильич, спасибо за замечание. Действительно, роль искусства, роль традиции искусства, немецкой традиции, Винкельман и другие. В том числе для Гумбольта, я думаю, сколько бы мы ее ни подчеркивали, это все равно будет недостаточно ярко. Поэтому спасибо за это уточнение. Я с ним согласен. С вашего позволения, совсем маленькое замечание и пойдем дальше. Значит, Игорь Анатольевич, вот о Гамоне очень достаточно подробно, ссылки, история как проблема логики первая часть. Вот. Очень подробно, обстоятельно, в контексте Гердера и не только. А в герминевтике только небольшое упоминание, опять же, только в контексте Гердера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!